Афины незаконно вооружили демилитаризованные острова в Игейском море. Такое заявление в начале осени сделал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. И добавил, за это Греции придётся ответить. Турцию не остановит факт оккупации островов Греции. Когда придёт время, мы сделаем то, что нужно. Это может произойти неожиданно, в любую ночь. Также он напомнил грекам о событиях, происходившем в 1919 году, когда войска Мустафы, Кемаля, Ататюрка выбили из города Измир греческих военных. «Если вы продолжите провоцировать, заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно – не забывайте об Измире». Острова Агейского моря были переданы Греции по договорам 1923 и 1947 годов при условии, что они будут демилитаризованы. Там очень много вопросов, в первую очередь, относительно Агейского моря. Море между материковой Грецией и материковой Турцией. В нем есть огромное количество островов, абсолютно большинство которых являются греческими. И поэтому вопрос, к примеру, размера континентального шельфа, вопрос ответственности за воздушное пространство, за транспортные коридоры, вопросы милитаризации греческих островов, расположенных ближе к турецкому берегу, вопрос добычи полезных ископаемых шельфа Агейского моря – это целый цикл вопросов, которые встали особенно остро в 1970-х годах. Но и до этого они были основаны на конфликте. Грецию не спровоцировала столь резкая риторика Турции. Афины направили письмо партнёрам по НАТО и Европейскому союзу, а также генеральному секретарю Организации Объединённых Наций с просьбой официально осудить высказывания турецкой стороны. Не сделав этого вовремя или недооценив серьёзность дела, мы рискуем снова стать свидетелями ситуации, подобной той, что сейчас разворачивается в другой части нашего континента. Николас Дендиас – министр иностранных дел Греции в письме партнёрам НАТО, ЕС и ООН. В свою очередь ЕС призвал турецкого лидера быть более сдержанным в высказываниях и прекратить агрессивную риторику в адрес Греции. Европейский союз неоднократно отмечал, что разногласия необходимо урегулировать мирным путём, с полным уважением к международному праву и жизненно важным и законным интересам стран. Угрозы и агрессивная риторика недопустимы, их нужно прекратить. Участие в содержательном и искреннем диалоге необходимо для разрядки напряжённости, содействия взаимопониманию и развитию добрососедских отношений. Из сообщения Европейской службы внешних связей. В последние недели команда турецкого лидера обвиняла Афины в нескольких инцидентах, связанных с действием авиации Греции в регионе Средиземного моря. Ситуации, повышающие риск возникновения военного конфликта, наблюдались с обеих сторон. Можно, конечно, рассматривать напряжённость в Игейском море как ловушки, расставленные финами Турции для того, чтобы привлечь внимание Греции. Но это объяснение не исчерпывающее. Напряжённость в Игейском море, среди прочего, тесно связана с тем, что технологическое превосходство в плане возможностей военно-воздушных сил перешло или переходит к Греции. Также стоит учитывать ещё один момент. Если турецкое руководство придёт к выводу, что по итогам следующих выборов можно лишиться власти, то вполне возможен вариант, при котором оно будет путём конфликта искать предлога для отмены этих выборов. Джингис Чандар – турецкий журналист в статье для издания Т-24. Тем временем Греция заявила, что продолжает строить заграждения вдоль границы с Турцией. 40-километровый забор будет продлён ещё на 140 километров. Юлия Биль для телеканала Freedom.